В эфире служба новостей Саров-24 в студии Константин Перевозчиков. Здравствуйте! Смотрите сегодня в выпуске. Без пеней и неустоек. Стоит ли подождать с оплатой коммунальных платежей? Как передается вирус от человека к человеку? Съемочная группа Канал-16 поставила эксперимент. Как выйти из режима самоизоляции? Советы психолога людям, которые больше месяца сидят дома. Далее расскажем обо всем подробно. Коммунальные услуги за долги из-за пандемии отключать не будут. Также до конца года не будут начислять пеней за неуплату. Соответствующее постановление правительства России выпустило еще в апреле. Как эта мера отразится на управляющих и ресурсоснабжающих компаниях? Можно ли подождать или платить лучше в срок? Решение правительства приостановить взыскание неустойки за несвоевременную оплату коммунальных платежей касается всех россиян. И тех, кто из-за пандемии лишился дохода, и тех, кто продолжает работать. То есть последние также могут не оплачивать счета за ЖКХ до 1 января 2021 года. Многие воспользовались этой ситуацией. Взимаемость платежей резко упала по всей стране. Это больно ударяет по управляющим компаниям и ресурсоснабжающим организациям. Как для управляющих организаций, так и для товариществ, собственников жилья. Эти платежи являются единственным источником оплаты услуг за содержание наших домов. Это заработная плата уборщиков внутри подъездов, лестничных клеток, дворников, сантехников, электриков. Расходы коммунальщиков сейчас и так увеличились из-за необходимости дезинфекции подъездов. Если эпидемия неплатежей распространится, то у компании не будет денег на текущий ремонт и подготовку сетей к зиме. Неустраненные вовремя неполадки повлекут за собой более серьезные проблемы, которые потребуют больших вложений. Есть и еще один нюанс для неплательщиков. Воспользовавшись правом не платить до 1 января 2021 года, я боюсь, что кто-то из людей, имеющих стабильный доход, воспользуется этим. Накопит долги, а потом уже в январе пойдут большие пени. Вот до этого доводить прежде всего не надо. Прежде всего в наших с вами интересах. Не обязательно идти на почту или в банк. Существует вариант оплаты через интернет. Можно попросить помочь со счетами родных или соседей. Со своей стороны депутаты городской думы прорабатывают механизм поддержки управляющих компаний. На ближайшем заседании, которое впервые пройдет дистанционно, народные избранники рассмотрят возможность компенсации части их расходов на дезинфекцию. Екатерина Пенова, Константин Островский, Александр Мальков, служба новостей Саров, 24. Этот и другие репортажи вы можете посмотреть в любое время на нашем канале в Ютубе. К другим новостям. Различные вирусы живут на коже и поверхностях от нескольких минут до нескольких дней. Чтобы заболеть, порой достаточно потрогать ручку двери или бумагу, которой ранее касался зараженный человек. Не уделяя достаточного внимания гигиене и обработке своих рук, мы практически ежеминутно рискуем подхватить инфекцию. Мыть руки важно. И в период пандемии делать это нужно как можно чаще. Даже дети в курсе, что на руках мы переносим бактерии. Мы решили провести эксперимент, который наглядно это продемонстрирует. Мы взяли специальную жидкость, которая содержит специальные частицы, аналогичные бактериям. Она проявляется под ультрафиолетовым светом, розовым цветом. Эта жидкость и будет проявлять микробы и бактерии. Осталось чудо-спрей нанести на свои руки и дождаться гостей. Участницей эксперимента стала моя коллега Дарья Козина. За пять минут мы успели с ней обсудить новости дня за чашкой чая, посмотреть документы, полистать ленту в социальных сетях и сфотографироваться на телефон. Пора подводить итоги. Берем фонарик и давай начинать. Смотрим руки Дарьи. Они покрыты моими бактериями. Но откуда это все? Во-первых, документы. Их я трогала руками. Кружку тоже передавала я. Но, как показал эксперимент, больше всего бактерий осталось на телефоне. Такими руками мы трогаем глаза, нос, рот и другие части тела. По статистике мы трогаем лицо 90 раз в день. И бактериям это только на руку. Так что же делать? Врачи рекомендуют мыть руки раз в час на протяжении минимум пяти минут. И обрабатывать их специальными средствами. Например, антисептиками. А лучше в период разгула вирусов сократить физические контакты. Надевать перчатки и медицинские маски при выходе в общественные места. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Новый порядок регистрации безработных введен в Нижегородской области. На едином портале Госуслуг заработал сервис подачи заявлений на получение пособия по безработице и постановки на учет в центре занятости. Воспользоваться им можно тем, кто был уволен. Прекратил индивидуальную предпринимательскую, адвокатскую или нотариальную деятельность. Или регистрацию в качестве самозанятого. Впервые ищет работу. Подробности можно узнать по телефону горячей линии 8 831 234 07 27. Другая важная информация в подборке коротких новостей. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА С такой инициативой выступила ЗАГС Собрания Нижегородской области. Проект по праву к кодексу об административных правонарушениях внесли в Госдуму. Автомобилистов, которые не оформив разрешение на выход из дома, сели за руль, предлагают штрафовать на сумму от 1 до 5 тысяч рублей. За повторное нарушение режима самоизоляции будут выписывать максимальный штраф. Банк России принял решение в условиях пандемии коронавирусной инфекции и резкого снижения цен на нефть ограничить с 1 мая максимальный размер банковских комиссий для физических лиц. Переводы до 100 тысяч рублей в месяц банки теперь будут проводить без зимания платы. Свыше 100 тысяч рублей в месяц комиссия должна составлять не более половины процента от суммы перевода. Максимум полторы тысячи рублей. Как сообщили в Центробанке, такая мера позволит без комиссии переводить деньги родственникам и близким в случае их самоизоляции или невозможности передать наличные средства. Волонтеры просят царовчан помочь тем, кто оказался в непростой жизненной ситуации. На церковном гуманитарном складе и в храмах закончились продукты, которые всегда передавали нуждающимся – многодетным и семям с детьми. Те, у кого есть желание и возможность, могут в качестве пожертвований передать волонтерам муку, крупы, консервы, растительное масло и другие продукты длительного хранения. Помощь можно принести в церковный гуманитарный склад, который работает по адресу улицы Пушкина, дом 24А. На крыльце здания установлен специальный короб для пожертвований. Каждый пятый россиянин может почувствовать посттравматические расстройства после окончания пандемии. Об этом рассказал врач-психотерапевт Андрей Курпатов. Во время самоизоляции люди погрузились в цифровую зависимость, которая разрушает их здоровье и социальные связи. О том, как минимизировать последствия сидения дома и подготовить себя к возвращению в нормальную жизнь, расскажем в следующем репортаже. Режим самоизоляции для многих не пройдет бесследно. Специалисты предупреждают о посттравматических расстройствах, которые появляются из-за долгого нахождения дома и использования социальных сетей. На фоне постоянного нервного напряжения и неопределенности могут развиться бессонница и эмоциональное истощение, активизироваться страхи. Сейчас обостряются очень страхи. И эти страхи, они такие, говоря терминологией нашей специалистов, трансгенерационные, то есть межпоколенческие. То есть некоторые видят там в полицейских, ну каких-то полицаев, да, вот как бы из прошлых времен. Кто-то там во врачах видит еще каких-то врачей карательной медицины там и так далее, да. Я не знаю, там из сталинских времен, еще откуда. То есть вот эта глубинная память, она начинает активизироваться вот в таких условиях, ну достаточно жестких, когда мы в самоизоляции находимся. У некоторых людей страх в условиях пандемии перерастает в фобию. Она характеризуется паникой и подавленным состоянием. Может выражаться в навязчивых и избыточных мерах предосторожности. Человек скупает все медикаменты и продукты питания, обнаруживает у себя симптомы и мнимые боли. Могут быть обострения состояния людей, особенно очень чувствительных, особенно таких эмоционально-обильных, с неустойчивой психикой. И может быть много обращений, увеличиваться обращения к психологам, к психотерапевтам, к психиатрам в частности. Врачи призывают не расслабляться во время карантина, находить себе занятия вне телефона и компьютера. На удаленке организовывать рабочее место, как в офисе. Структурировать день под свои обычные трудовые будни и регулярно заниматься спортом. Благодаря таким действиям психики и организму человека будет легче вернуться в прежний режим. Удаленная работа и самоизоляция приводят к уменьшению двигательной активности человека. К тому же дома рядом постоянно холодильник. И удержаться от дополнительного перекуса сложно. В таких условиях непросто поддерживать нормальный вес. Как не запустить себя, сидя дома, расскажем в следующем репортаже. Следим за тем, чтобы у нас колени не выходили из носки, колени не сводим вовнутрь, спина прямая. Это одно из самых простых упражнений, которые можно выполнять дома. В режиме самоизоляции люди стали больше есть и меньше двигаться. Неудивительно, что многие рискуют после карантина не влезть в любимые наряды. Поможет избавиться от лишних килограммов тренер. Но если нельзя идти в зал, выручат онлайн-тренировки. Всегда нужно поддерживать физическую активность. И важно именно систематически это делать, потому что потом очень сложно вернуться в привычный ритм. Поэтому, чтобы не забрасывать те результаты, которые вы уже получили, занимаясь, лучше продолжать заниматься и в период карантина. Так же вы будете себя лучше чувствовать. Найти онлайн-тренировки можно в социальных сетях или на ютубе. А если вы раньше никогда не занимались спортом и у вас нет специального инвентаря, в ход может пойти все, что есть дома. Даже если у нас нет гантели, мы можем взять бутылки с водой. Так же, если у нас нет гири, мы можем взять просто тару, которая тяжелая, килограмм 10, она точно весит. Потом мы можем, если у вас есть младшие братья и сестры, они могут вам помочь их взять в качестве веса. То есть силовые тренировки никто не отменял, можно брать подручные средства и выполнять. Особенно важно в период малой физической активности правильно питаться. Диетологи советуют распить свое меню на 5 частей. Завтрак, перекус, обед, полдник, ужин. Пищу лучше принимать каждые 3 часа. Продукты, которые должны присутствовать в вашем рационе обязательно. Это злаки в качестве каш, меньше хлеба, булочные изделия. Дальше овощи и фрукты и в свежем виде, и в тушеном, то есть в приготовленном. Мясо и рыба, мясные продукты, рыбные, мясо птицы. Также должны присутствовать. Это белок, он нам необходим и для синтеза тех же самых антител, что актуально в настоящий период, для работы нашей иммунной системы. Яйца, молочные продукты также обязательно должны присутствовать. И жиры. Также специалисты рекомендуют в течение дня пить больше воды и отказаться от мучных изделий, фастфудов, чипсов, копченых и вареных колбас, газировки. Впрочем, если вы позволили себе лишние пирожные или конфету, не расстраивайтесь. Просто сделайте дополнительные физические упражнения. Ирина Вашегородцева, Константин Островский, Александр Мальков. Служба новостей, Саров-24. Онлайн-экскурсии по достопримечательностям Нижегородской области. В условиях самоизоляции практически невозможно посетить интересные места родного края. Теперь их можно увидеть, сидя на диване. Ролики будут публиковать еженедельно на YouTube-канале «Визит Нижний», а также в его социальных сетях. В режиме самоизоляции большинство из нас не может выйти на улицу, посетить театр или музей, да и просто прогуляться по родному городу. Но это не повод унывать. Сейчас популярность набирают онлайн-экскурсии. Благодаря им можно отправиться в любую точку земного шара, не выходя из дома. Лучшие музеи мира рассказывают о своих экспозициях, театры выкладывают записи спектаклей, гиды проводят экскурсии по удивительным уголкам многих городов России. В онлайн-путешествие приглашает и столица нашего региона Нижний Новгород. В сети стартовал проект виртуальных экскурсий «Открой Нижний». Теперь, оставаясь дома, зрители смогут прогуляться по столице Поволжья, познакомиться с достопримечательностями региона. Для жителей других областей это отличная возможность поближе узнать город с великим прошлым. А для местных – повод вспомнить историю родной земли и открыть для себя новые интересные места, в которые в обычное время не так-то просто попасть. Специалисты Нижегородского туристско-информационного центра уже выложили первый выпуск из цикла. Его посвятили по гаузам на стрелке. Это остатки чудом сохранившегося павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая проходила в Нижнем Новгороде летом 1896 года. А изготовлены они были еще на 15 лет раньше. Таким образом, получается, что они старше даже Эйфелевой башни. Посмотреть видео можно в социальных сетях и YouTube-канале «Визит Нижний». Авторы проекта обещают, что новые ролики будут появляться каждую неделю. Так что добро пожаловать в Нижний Новгород – город с 800-летней историей. Больше месяца жители нашей страны провели в режиме самоизоляции. Впереди, как минимум, еще неделя. Чем занять себя, когда все шкафы уже перебрали, окна перемыли, новые блюда приготовили? Мы вам подскажем. Канал 16 запустил новую рубрику «Дома не скучно» о том, как весело и с пользой провести вынужденные каникулы. Чем заняться дома? Можно бегать из комнаты в комнату. Можно в настольной игре построить новую цивилизацию. Можно перечитать войну и мир. А можно приготовить блюда мишленовского уровня. А чем занимаетесь вы, пока сидите дома? Расскажите об этом в новой рубрике «Дома не скучно» с К-16. Играем в ладо и в домино. Раз, два, три, четыре, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, шесть, семь. Жили себе дед да баба. И была у них курочка ряба. Снесла курочка яичко, не простое, а золотое. Дед бил, бил, не разбил. Баба била, била, не разбила. Мышка бежала, пи-пи-пи-пи-пи. Хвостиком махнула. Яичко упало и разбилось. Принять участие в рубрике просто. Достаточно выложить свое видео в любую социальную сеть с хэштегом «Дома не скучно» с К-16. Рассказывайте о своих увлечениях, пусть вас увидят и услышат весь город. Дома не скучно. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах канала «16», в социальных сетях ВКонтакте, Фейсбук и Одноклассники. Подписывайтесь на наш канал в Ютубе и смотрите все информационные выпуски. Авторские программы и расширенные версии репортажей в удобное для вас время. В студии работал Константин Перевозчиков. Всего вам доброго и хороших вам новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова